Телекомпания НТВ и телекомпания Цивилизация представляют. Они на 2 миллиарда лет старше нас. Они могут питаться нефтью, древесиной и пластмассой. Но больше всего они любят питаться нами. Каждый взрослый человек носит в себе 5 килограммов бактерий и вирусов. Они не заинтересованы в нашей смерти. Но иногда они выходят из-под контроля. Хрупкое равновесие нарушается. И они побеждают. И тогда меняется сам ход человеческой истории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так как нам не хватает спецгоспиталей, мы развертываем по плану другие больницы. И вот в данный момент мы развернули на 200 коек 10-ю больницу. В переводе на обычный язык это значит, эпидемия дошла до каждого из нас. Сокращение H1N1 выучил каждый совершеннолетний гражданин страны. Это официальная экскурсия по рязанским инфекционным больницам. То есть у нас работают круглосуточно. Дети поступают ночью, под утро, в любое время им оказываются помощь. Мы галлюционные. Аппарат искусственной вентиляции лёгких привезли всего пару дней назад. На случай, если после осложнения гриппа останется что вентилировать. Это усилие. А вторая у нас уже где-то 7. Десятую горбольницу Рязани срочно преобразовали в инфекционный госпиталь. Официальная эпидемия идёт на спад. Реально, больных разместили на всех четырёх этажах. Путь к ним преграждают люди в масках. А мы туда не можем пройти? Не надо, туда заходить не можем. А почему там что, не приспособлено ничего для больных? Палаты. Это обычное хирургическое сосудистое отделение, работающее в настоящий момент в особом режиме, как инфекционный госпиталь. По показаниям доктора переводят в палату интенсивной терапии, которая у нас полностью оборудована. То есть у нас сейчас идеальный вариант. Но сейчас там никого нет. Нет, нет, нет. Двое из тех врачей, что молча смотрели на нас днём, из подмарливых повязок, встретились со мной поздно вечером по всем правилам шпионского романа. Больных везла в скорую помощь, как в поле боя. В скорой работала беспереборно. То есть везут и сбрасывают, везут и сбрасывают, как в отстойке. Опытным врачам уже не нужно особое исследование, чтобы поставить диагноз «свиной грипп». Они видят его по особому почерку. То есть гриппов вы видели много в своей жизни. И этот отличается, конечно. Ну, я даже говорю, что такое количество больных с тяжёлыми пневмониями... ...много пневмородических осложнений. Сколько человек умерло от нового гриппа в полумиллионной Рязани? Официально жертва одна. И десятки, может, уже более 50. Ну, нигде не говорят о них. Хотя все упорно говорят, слишком много смертей. «Свиной грипп» – это последняя, но далеко не первая пандемия в истории человечества. Как бы ни назывался возбудитель болезни, симптомы всегда одинаковые. Скрытность властей, героизм врачей, пир шарлатанов и паника простых обывателей. Невозможно представить себе более мирного и патриархального ландшафта. Английские поля. Пасутся лошадки, овечки. Но три с половиной века назад именно это поле стало полем одной из самых жестоких битв. Человека с микробом. «Царица грозная чума теперь идет о нас сама. И льстится жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой». Летом 1665 года сюда постучался деревенский портной. В руках у него был бесценный отрез индийской парчи. Уникальный случай в истории. Прошло три с половиной столетия. Но мы достоверно знаем имя человека, с которого начался великий чумной мор в английской деревне Айм. Вот это окошко на одной из трех улиц Айма, центральной Англии. «Распаковал ткань Джозеф Питерс. Разве она не прекрасна?» – воскликнул он. Но его жена, Мэри, узрела, что ткань подмочена. Как же мы сможем ее использовать? Историк Джон Клиффорд – сам потомок выживших в великую чуму 17 века. Трагическую историю английской деревни он восстановил по дням и именам. Импортную ткань нужно было спасать. Решение пришло быстро. «Надо было развесить ее над огнем. Джозеф нагнулся, чтобы достать ткань и встряхнул ее. В ней оказались чумные блохи». Эта изголодавшаяся блоха вместе с куском парчи проделала долгий путь. Из азиатских степей до Стамбула на верблюде, потом на купеческой шхуне, пока не попала в мирные английские жилища. Через три недели Джозеф Питерс умер, покрывшись черными волдырями. За следующие три недели из соседних домов чума унесла еще шесть жизней. В сфере по эпидемии 1665 года Айм поставил рекорд. Скончался каждый третий его обитатель. Черная смерть пришла. «Это было очень неприятное заболевание, сопровождалось сильным жаром. Бубоны были очень болезненными. Потерять вот так всю семью в считанные дни – это чудовищно». «Чума стала расплатой европейцев за тягу к диковинным вещам и тонким удовольствием, которыми с нашими предками был готов поделиться нежный и избалованный Восток. Вместе с коврами, тканями и благовониями из заволжских степей приходили и их спутники – маленькие блохи. Портовые города – Венеция, Лондон и Амстердам – пали первыми». Карту современной Европы чертили не только войны и новые религии, но и микробы. Вот чума 14 века. Начавшись в торговых городах, она так выкосила крестьянство в Англии, что с крепостными пришлось считаться. И впервые в мире крепостное право было отменено. После чумы 17 века рабочей силы в процветающей Голландии осталось так мало, что зарплаты взлетели многократно. Возник средний класс. Появились впервые в истории потребительские кредиты, ипотека и финансовые пирамиды. Получается, чума – это мать прогресса. «Бокс биологической защиты третьего класса, он предполагает полную защиту персонала от воздействия патогенных микроорганизмов». Здесь, в Ставропольском противочумном институте – царствие чумы. Бактерии выделены из природных очагов, не потухших и поныне. Чумная бацилла – это такой ровный серенький газончик на питательной среде. Только не дай бог открыть крышку. Вот такие маленькие розовые палочки. Это и есть чума, да? Да. Убитые уже? Убитые. В небольшом сосуде мышке очень неуютно. Её постоянно покусывают мелкие блохи. Прыгают, отталкиваются от стенок и вновь к тёплому мышиному тельцу. Здесь как раз мы можем увидеть носителей чумы и переносчиков чумы-блох. На Северном Кавказе, через который проходили и великие торговые пути древности, как раз такой очаг – бацилла чумы и сегодня мирно дремлет в крови грузунов. Вот, видите, они вылезли. Они почувствовали меня и решили, что появился новый прокормитель. И они сразу начинают прыгать. Ставропольский противочумный институт всегда в готовности номер один. Устрашающего вида грузовики готовы выехать в любой, самый труднодоступный район, где обнаружится хотя бы намёк на заразу. Если теперь зараза – двигатель новых технологий, то в 17 веке она была страшным испытанием для человека. В этой церкви летом 1665 года священники Уильям Монпассан и Томас Стэндли приняли судьбоносное решение. Потом оно вошло во все учебники по медицине. Впервые в истории ввели карантин. Они приняли самое трудное решение из всех возможных. Мы закроем деревню, и никто не покинет Айм, и если вы уйдёте отсюда, то возьмёте болезнь с собой. Когда жители Айма приняли благородное решение изолировать себя и не разносить заразу, сюда, к этой изгороди, крестьяне из соседних сёл приносили еду. Это было единственным способом коммуникации с миром. А внутри зачумлённые продолжали вести блокадные дневники, записывая в церковные книги «Жертву за жертвой». Это не пир во время чумы, скорее пиар во время гриппа. В бокалах устрашающего вида коктейлей по случаю. Какой сейчас самый модный офисовар этого года? Маска! Чтобы жизнь оставалась позитивной, на масках рисуют сердечки. Авось пронесёт. Мы 12 лет производим маски и одноразовые изделия. И в этом году первый раз такой ажиотаж. Этот небольшой подмосковный завод работает в три смены. Себестоимость маски 2 рубля. В аптеке сама министра здравоохранения обнаружила их уже по 15. Вот эта тонкая паутинка между двумя слоями марли – бастион цивилизации против заразы. Здесь, где производят современные маски, имей с ней всё показать, как выглядела прабабушка современных масок. Это маска чумного доктора из Венеции. Людей в таких масках всегда очень боялись. Но что делали сами Мортусу, чтобы не заразиться? В Италии много душистых трав. Вот, например, чебрец запишивался сюда. Также шалфей годится. Получался своего рода противогаз. Это, может быть, на самом деле первый противогаз в мире. Потому что считалось, что душистые травы защищают человека от чумы. Это одна из самых популярных масок венецианского карнавала. Чумной доктор Дотторе де Песта. В атмосфере тревожного ожидания вспышки заразы единственный способ не сойти с ума над заразой посмеяться. Чума, я тебя не боюсь. Они пугают, а нам не страшно. Чумовой прикид. Просто чума. Эпохи великих эпидемий рождают великие картины. Пляски смерти есть почти у каждого великого художника. Вот брейгельский триумф смерти, навеянный голландской чумой. В этой карнавальной стихии есть нотки истерического безумия. Но юмор – это единственный доступный антибиотик. Получается, чума – еще и мать культуры. В кружечной комнатке при церкви мы разбираем семейные библии. Пометки на полях – свидетельства о том, как тогда пытались бороться с чумной заразой. В полузабытии и жажде Мэри Виккерс случайно выпила стакан вытопленного жира вместо воды и вдруг исцелилась. Ее примеру последовали сотни, но без всякого успеха. К чумным бубонам полагалось прикладывать живую курицу. Считалось, что зараза переходит на цыпленка, убивает его. Умереть должна была и вторая курица. И вот если последний цыпленок остался жив, значит, чума истощилась, и избавление не за горами. Не из этих ли давних времен старинный заговор? Икота, икота, перейди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. С Федота на Якова, с Якова на якова, с Якова на якова, с Якова на якова. С Ивановой вибрацию. Налицы дремучие, где соби виднёго. Туда, там, где скот не бродо, там, где ветер гуляет. Сейчас мы используем для паровой ингаляции ромашечку, мята перечная, липу берём. Берём стакан водички, заливаем всё это водичкой. Я, допустим, читаю молитву, которая мне передалась от моей бабушки, а моей бабушке она передалась от её бабушки. Существовал ещё один рецепт исцеления. Это письмо счастья. На клочке бумаги ведьма писала заклинание, абракадабра. А потом сокращала его на одну букву. Так получался бумажный треугольничек, оберег от чумы. Стоил от десяти фартингов. Это средний месячный заработок семьи в Айме. История маленького Айма, превратившего себя в осаждённую крепость, помогла сделать один из самых сенсационных прорывов в борьбе с заразой. Главный вопрос – почему такие, как Клиффорд и Бек, появились на свет? Что дало сил их предкам выжить в страшном 1665-м? У нас обнаружили очень необычную мутацию, защищающую от чумы. Это мутация Дельта-32. Оказывается, в тех районах, где свирепствовала чума, таких мутаций очень много. Выжившие передали её потомкам. Природа очень экономна даже тогда, когда хочет от нас избавиться. И у чумы 17-го, и у СПИДа, чумы 21-го века, оказалась одна мишень – кружечная молекула на поверхности иммунной клетки. Спасительная мутация изменяет эту молекулу и мешает чумному микробу или вирусу СПИДа опознать и поразить лимфоцит. Эта самая мутация Дельта-32 даёт иммунитет к другим заболеваниям. Если вы унаследуете её от обоих родителей, то никогда, например, не заболеете СПИДом. В наши дни этот мутантный ген пытаются ввести в клетки ВИЧ-инфицированных. Неожиданный почти мистический подарок из 17-го века в 21-й. Напоминание всем нам, что мы – потомки выживших в войне с микробами и уже поэтому должны ценить друг друга. Эти кадры – начало 20-го века. Так выглядела эпидемия чумы в Харбине. Единственное, заснятое на киноплёнку. Сегодня чума повержена и разбита, но в любой момент может нанести ответный удар. На стареньком уазике таблетки мы устремляемся в царствие природной чумы. Эпидемиолог Михаил Григорьев ежегодно вылавливает грызунов, чтобы измерить уровень чумных бацилл в их организмах. У холмиков дежурят суслики. Их тонкий писк – сигналы сородичам на территории чужак. Чужаки – это наша экспедиция. Чтобы выявить чуму, нужно добыть материал. Материал состоит из грызунов, глох, гнёзд сусликов. Вечером для того, чтобы поймать мелких грызунов, необходимо выставить ловушки, или мы их называем давилкой. Вот вертикалка, вот наклонная, вот его помёт, он тут сидел недавно. То есть вот это дырка от суслика? Да. Дырка от губрика, а два дырка от суслика. Невинная жертва науки. Каждый орган этого грызуна будет исследован на чумную бациллу. Если уровень превысит критический, всем жителям срочно сделают прививку. Суслика мне, честно говоря, жалко. На моей душе столько сусликовой крови, что только по необходимости. Теперь приступаем к ловле блох. Это почётная и опасная работа, которую делают без спешки. В нору запускают шланг, обмотанный тряпкой. А вот и блоха. А вы говорили. Вот она пытается закопаться. Зацепившуюся блоху счищают осторожно, чтобы не заразиться. Потом в лаборатории определят, сколько в ней бактерий и не пора ли бить тревогу. Это насекомое – настоящее бактериологическое оружие. В 60-е годы в СССР чума друг человека. Заражённых блох выращивали килограммами. В расчёте на будущую войну. Ну, моя задача как энтомолога состояла в том, чтобы дёшево, быстро и много вырабатывать блох в промышленном, так сказать, масштабе. Сейчас профессор Алексеев – крупнейший специалист по энцефалиту. Но 40 лет назад он создавал чёрную смерть. Бомбы, начинённые чумными блохами, делали на секретном микробиологическом заводе под Кировом. Заражали, соответственно, не на животных, а заражали на искусственных мембранах культуры чумы. Нынешнее недоверие к властям и фармацевтам – оно оттуда, из тех времён, когда человек пытался приручить заразу для борьбы с себе подобными. Патологоанатом Лев Гринберг осторожно, как драгоценность открывает обычную картонную коробку. В ней уникальные свидетельства одной из самых страшных эпидемий в истории человечества. Свердловск, 79-й год. Это как Чернобыль, 86-й. Прорвало. Шапочка кардинала. На самом деле это не красная, а почти чёрная. Вот это один из классических признаков сибирской язвы. Точное число жертв до сих пор неизвестно. Между ста и двумя сотнями человек. После рекламы мы идём по следам таинственной эпидемии в Свердловске. Спасители человечества – Луи Пастер и Александр Флеминг. Мы повторим их опыты и выясним, почему бактерии больше не боятся антибиотиков. А также, что таится под бросками и упаковками модных лекарств от свиного гриппа. В пятницу 30 марта 1979 года на подземном заводе по производству биологического оружия случилась утечка в спор сибирской язвы. Екатеринбург, тогда Свердловск – режимный город, начинённый оборонными заводами. Секретность и ещё раз секретность. Медики остались наедине со взбесившейся заразой. Я понял, да, что что-то такое случилось, безусловно, страшное. Сибирская язва или нет, мне было трудно оценивать вот в тот момент, но я подумал ещё о чуме. Товарищи генералы-офицеры, филиалы... Редкие официальные съёмки научно-испытательного института биологической защиты и Минобороны. Это верхушка айсберга, секретно военно-биологической империи СССР. Приручить заразу было делом жизни для поколений советских, американских и японских учёных. В огромных реакторах размножались миллиарды сибиреязвенных и чумных бактерий. В подземных вивариях оружие испытывали на тысячах подопытных животных. Теперь здесь производят вакцины. Это другой ещё недавно секретный объект института в подмосковном Аболенске. По этим кадрам можно представить, как выглядел тактический союз человека и его смертельного врага – микроба. В тех помещениях, где ведутся работа, у нас разряжение, и поток воздуха идёт оттуда, откуда мы входим. Соответственно, потенциальный возбудитель попадает только на фильтры. То есть он не может выйти в окружающийся? Нет, нет, конечно. Но в марте 79-го предположительно одна из таких задвижек не сработала. Бактерии, подхваченные током воздуха, опустились на город. Вот он даже не подумал, что учение. Выездов за пределы городка не было по боевой тревоге. Всё проходило здесь, на территории 19-го военного городка. В первые трое суток после выброса на глазах у медсестры Розы Газиевой погибло 4 человека. Я, наряду с антикоментозной терапией, проводила искусственное дыхание, дышала рот в рот женщина. Женщина была очень тяжёлая, мы спасти её не смогли, она погибла. Ветер из 19-го городка унёс основную массу спор в сторону керамического завода. Выжившие в этой необъявленной войне теперь собираются в бывшем красном уголке. За 30 лет в нём мало что изменилось. Вот эта вот вращающая печь, и тут вентиляторы были. Сейчас уже не найти, сейчас уже всё сломано тут. Именно эти вентиляторы и затянули внутрь бактерий из 19-го городка. На заводе началась паника. С Новосибирска эту вакцину привезли, и в принудительном порядке пистолетами, значит, через это, минуя проходной нам сделали путь. Но на работу нельзя было пройти, не пройдя, как говорится, пививку эту. Свердловские врачи работали в потьмах. Военные не помогали и не вмешивались. Это была очень странная разновидность сибирской язвы. В природе такая не встречается. Объяснение этому явлению очень простое, что, видимо, этот штамп создавался в искусственных условиях. Минувшая зима не поскупилась, набросала снежку. И субботник для уральцев начался с работы на улице. Полный морг умерших хоронить никому. И мне пришлось обратиться к своим слесарям с бутылкой спирта. Ребята, пойдёмте хоронить. И мы вместе хоронили этих людей. На этих кадрах главный санитарный врач СССР, генерал-полковник Пётр Бургасов. Один из отцов военной микробиологии. Он срочно вылетает в Свердловск. Именно Бургасову пришла в голову мысль. Вбросить новую версию болезни. Как раз в те дни завод купил, ну, копил подшипного совхода Шелкунского. Взяли мясо. И через столовое люди отоварили мясом, я помню. Но вот когда сказали, что вот, может быть, Шелкуна привезли, этот сибирский язв, от мяса попало. Николай Шаганов тогда был председателем правкома завода. В Свердловске мясо-дефицит. Давали его паталонам. Поэтому профсоюзы искали полулегальные пути подкормить рабочих мясом. Скупали участников на рынках. По приказу Бургасова устраивают показательные сожжения туш животных. Якобы носители микроба. Во дворах частных домов полыхают зловонные костры. Даже я, насколько помню, одного человека, продавшего мясо корову, осудили на 6 месяцев за то, что он продал якобы зараженное мясо. Уже перед самой смертью в 2006 году Бургасов отказался от мясной версии в пользу шпионской. В закрытый Свердловск пробрался американский диверсант и якобы распылял споры из поливеризатора. Весь город стоял, извините, на ушах. При этом какой-то диверсант спокойно распылял споры сибирской язвы в течение двух месяцев. В одном месте. Ну, бред, согласитесь. В руках у Николая Шаганова списки погибших работников керамического завода, который он чудом сохранил. Большую часть анатомических препаратов тоже кто-то забрал. Осталась только эта коробка в доме профессора Гринберга. Но воспоминания стереть не удалось. После пережитого этим людям нечего терять. Приходишь, смотришь, человека нет. С вечера ушел нормально, разговаривали все. Утром уже, говорят, умер. В 1990-м производство биологического оружия навсегда прекратили. С тех пор стали известными названия лишь нескольких островов архипелага с официальным названием биопрепарат. Киров, Аболенск, 19-й городок в Екатеринбурге. Империя заразы срочно перековала чуму на вакцину и теперь делает полезные и важные препараты. Но документы по 79-му до сих пор не опубликованы. Дело в том, что я все не могу говорить. Понятно. Вы можете говорить. Все не могу говорить. Это что имейте в виду. Я знаю все, но сказать это я не могу. У нас доброволец под номером... Москва, осень, начало эпидемии. Испытание вакцины от свиного гриппа. Пандефлю. Пандефлю. Что значит субединичное? Субединичное означает, что здесь взят только поверхностный антиген. Это вакцин нового поколения. Поверхностный антиген штамма гриппа Х1Н1. Если у большинства испытуемых, в том числе и у меня, появятся антитела к свиному гриппу, ее запустят в производство. Эти съемки проходили в конце сентября. И мы не знали ничего, получилась ли вакцина или труд тысяч людей потрачен зря. Всего полтора столетия назад эта процедура была пиком прогресса. Изобретением гения. Луи Пастера, главного охотника за микробами. Так в конце 19 века в Париже строили только вокзалы, музеи и дворцы правосудия. Оплоты прогресса и просвещения. Министерство обороны человечества от заразы. Институт самого Луи Пастера, повелителя бактерий. Из этого здания в центре Парижа Пастер повел наступление на заразу с поистине наполеоновским размахом. Своих лучших учеников он посылал в болотистые джунгли французских колоний. Другой француз Сент-Экзюпери написал, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Французский доктор, выезжающий в колонии, делать прививки аборигенам едва ли не самая колоритная и романтическая фигура 20 века. Большего педанта, чем Пастер, кажется найти невозможно. 20 лет он потратил на то, чтобы доказать миру сумасшедшую идею. Внутри нас, больших организмов, живут маленькие. И именно они причина заразных болезней. Спустя 150 лет эта идея кажется очень понятной. Нет, сюда нельзя. Тут мы выращиваем опасные микробы для получения вакцин. Самые смертельные возбудители лихорадки Эбола, Ласса в еще более защищенном помещении. Святая святых, маленькие, еще пастеровских времен, лаборатории. Через двойное стекло сотрудник, прошедший все прививки, показывает нам флакон с чем-то розовым. Это вирус бешенства, он растет на культуре клеток. Не очень впечатляюще, правда? Из проб больных людей и животных Лои Пастер выделял микроорганизмы, которыми заражал здоровых животных и получал все симптомы болезни. Так он и его ученики нашли возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы и дифтерии. До сих пор здания института названы именами его сподвижников. Это, например, здание Мечникова, открывшего иммунитет. Хоть и русский ученый, но Нобелевскую премию получил как сотрудник Пастеровского института. А могли бы вы ввести тройную дозу вакцины? Да, пожалуйста. Подопытные кролики, это как раз от Пастера. Вакцины тоже. Выращивая микробов в неблагоприятных условиях, он получал ослабленную заразу. Иммунитет она вызывала, а болезнь нет. Начался золотой век микробиологии. Как выдающемуся французскому гражданину Луи Пастеру после смерти полагалось место в Парижском пантеоне. Но он сам распорядился, чтобы его похоронили в подвале собственного института. На стенах склепа нет ничего случайного. Это не просто бабочки летают. В свое время Пастер победил болезнь шелковичного червя. Разработал вакцину от куриной холеры. Привил коров и овец от сибирской язвы. Именно благодаря Пастеру мы пастеризуем вино, то есть нагреваем его до 60 градусов. Микроорганизмы погибают, и вино не превращается в уксус. И вот венец пастеровской карьеры. Мальчик, укушенный бешеной собакой. Он был обречен на смерть. Но пастеровская вакцина спасла его на глазах у всего Парижа. Пастер становится звездой мирового масштаба. На этом предприятии до сих пор производят вакцины по пастеровскому способу. Ослабленный вирус паротита, детской свинки, выращивается в термостатах. Сотрудницы, наверное, милые, но лиц не видно. Одеты, как космонавты. В термостате происходит выдерживание вируса при определенных условиях, при определенной температуре. Вирус, который используется при изготовлении вакцин, капризен и требует определенных условий. Задача номер один – ослабить вирус. Что, например, сделали со свиным гриппом? Сперва его образец привезли из Калифорнии в устрашающем желтом ящике, а затем размножили. Расти на чем попало, он не будет. Грипп лучше всего живет в куриных эмбрионах. Поэтому его высаживают прямо в куриные яйца. Отличная пища для заразы. Затем яйца запечатывают и оставляют на несколько дней при температуре 36,6. После того, как наработаны гигантские количества болезнетворного вируса, над ним начинают по-всякому издеваться. Проводили через культуру клеток почек морской свинки. Сделали 16 пассажей. Разные температуры, разные температурные условия, разный подбор среды. Меняли температуру. Потихоньку вирус менял свойства. В этих розовых флаконах вирус грипп поослабленный и очищенный. После прививки в организме образуются антитела. И если следом попадет природный сильный штамм, болезнь не разовьется. Через 28 дней после первой прививки мне добровольцу номер 0,92 делают вторую. Мы до сих пор не знаем, сработает ли эта вакцина. На этот вопрос должна ответить моя кровь. Но героизма тут никакого. Я ничем не рискую. Этот препарат сделан из убитого вируса. Пообещали, что будет еще одна медэкспертиза. Но я что-то не думала, что напишут, что прививка виновата в смерти. Могила сына Светланы Никиты совсем свежая. И сами они под Питером новички. Приехали из другой области, поселились в этом неказистом доме в Красном селе. Тихие и законопослушные. Делали, что говорят. Собрали всех на перемене и сделали всем вакцину эту. И беседы с ними тоже никакую не проводили. Вакцина от гриппа была живой. А Никита ослабленным болезненным ребенком. То ли вирус одолел иммунитет, то ли аллергия на консерванты. Несколько месяцев врачи не могут найти причину этой странной смерти. На третий день Никиту повезли к местному педиатру. Отлежитесь, пройдет у вас уже как бы спад. После визита к врачу Никита снег и умер. За день буквально сгорел. Редкий диагноз – миокардит, воспаление сердечной мышцы. Испугались, и поэтому они мне даже название этой прививки не говорили. И избегали общения со мной. Мы со Светланой идем тем же путем, которым она вела заболевшего после прививки сына. Кабинет педиатра Самойловой. На первом этаже обычного жилого дома. Врач-педиатр первой категории Самойловой Елены Мстиславовны. Врачи не горели желанием обсуждать историю со смертельной прививкой. Ой, господи, уже так время немного прошло. И что, от этого что, кто-то воскрес или что? Привычки, пожалуйста, я вас прошу. Вы, может быть, дадите себе какие-то объяснения все-таки? Были боли в сердце, да? Вот, почему у нас-то этого не было зафиксировано. Роспотребнадзор, прокуратура, следственный комитет. Нигде смерть Никиты не связали с прививкой. Акт экспертизы затерялся. Что теперь докажешь? Чтобы досконально быть уверенным, что миокардит вызван вот именно прививкой от гриппа, должно быть проведено такое обследование. То есть из культуры тканей, да, в частности, из кусочка ткани сердца, должен быть выделен такой же вирус, который идентично содержится вот в этой вакцине, да? Для науки случай Светланы в пределах погрешности, а для миллионов достаточный аргумент, чтобы отказаться от прививки и заболеть тяжелым гриппом. Это уже новая живая вакцина от свиного гриппа. Грузовики разъезжаются по Москве, чтобы развести спасительную жидкость по школам и поликлиникам. Но по признанию самих врачей, получать живую вакцину желающих почти нет. Сейчас вакцинироваться нельзя никому, но она будет вакцинаться у ослабленных, возможно, заболевающих уже больных, но в течение протекает в достаточно легкой форме. Лаборатория Института эпидемиологии – царство высокой науки. Сюда стекаются тысячи образцов от жертв эпидемии. Только генный анализ может установить, каким гриппом болен человек – обычным или пандемическим. А это кровь ли что-то? Нет, это мазки из носа и задней стенки глотки. То есть, грубо говоря, из носа и горла. Из этого материала в стерильных шкафах выделяют РНК-вируса, чтобы сравнить её с образцом, присланным из Калифорнии. Машины-амплификаторы трудятся круглосуточно. Результат – кривые на мониторе. Если в образце имеется искомый возбудитель, тогда мы видим накопление флуоресценции, и кривая пересекает заданный пороговый уровень. На каждый образец уходит всего пара часов. Планировалось, что такие системы будут в каждом областном центре. И каждый подозрительный больной пройдёт эту дорогую диагностику. Сейчас приходит подтверждение лабораторный, но они умалчиваются. Врачи знают фамилии этих больных, подтверждённых. Аж один на один. Поликлинические врачи говорят, что им диагноз грипп не разрешает. Пастеровские вакцины не спасли человечество. Бактерии продолжают бушевать в наших телах. Эту картину ещё полвека назад можно было наблюдать в африканских деревнях. Тело умершего от инфекционной болезни опрыскивают дезинфицирующим раствором и хоронят силами оставшихся. Нового спасителя человечества звали Александр Флеминг. Он использовал то, что на обыденном языке называется «зараза заразу вышибает» – природную конкуренцию микробов между собой. То, что произошло 3 сентября 1928 года в лаборатории Александра Флеминга, сейчас можно воспроизвести на обычной кухне. Это чашки со специальной питательной средой. Здесь растёт газон из бактерий. Это стафилококк. Не очень болезнетворный, но штука, в общем, неприятная. Именно их в то время и изучал Флеминг. Уезжая в отпуск, Флеминг засеял стафилококками несколько чашек. Он не отличался особой склонностью к порядку, поэтому чашки просто громоздились на столе. Вернувшись на работу через неделю, он был абсолютно поражён увиденным. Что же произошло за эту неделю? Одна из чашек была неплотно закрыта. И сюда в щель, из воздуха, попала спора плесневого грибка. И плесень стала расти. Вот картина, которую он увидел. Итак, это плесень, загрязнившая культуру. Это стафилококк. Посева микроба. А вокруг плесени прозрачное кольцо. Это значит, что здесь микробы погибли. А это значит, что плесень, пенициллиум, выделяет какое-то вещество, пенициллин, который убивает микробы. Осталось только выделить его и начать им лечить людей. Дело в том, что такую картину до Флеминга видели многие другие исследователи. Но они просто выбрасывали такие чашки, как брак в работе. И только Флеминг рассмотрел это прозрачное кольцо. Именно поэтому его мы считаем первооткрывателем антибиотиков. Чтобы выделить пенициллин, нужно было найти самую продуктивную разновидность плесени. И помощники Флеминга буквально обшаривали фруктовые ларьки в Лондоне. Торговцы были удивлены, потому что микробиологи интересовались вот таким. Вот хорошая ягодка, на ней много плесени. Чистый пенициллиум. Самой удачливой была лаборантка Мэри, которая принесла самый продуктивный штамп пенициллиума. И за это получила прозвище Плесневая Мэри. После рекламы. Во всем виноват Колумб. Какой след привезенный из Америки сифилис оставил в мировой культуре? Моя кровь даст ответ на вопрос. Будет ли вакцина от свиного гриппа? Люся, давай смерть пионерки. Эдуард Багрицкий. Смерть пионерки. Валя Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь. Тоньше паутины из-под кожи щек. Тлеет в скарлатины смертный огонек. Стоп, стоп. Это стихотворение Багрицкого 1932 года. Уже 4 года как пенициллин известен. Но верят в него пока немногие. И главное, вещество настолько нестабильно, что выделить его в чистом виде пока не получается. Поэтому от скарлатины продолжают умирать. По сюжету мать предлагает Валентине поцеловать крестик. Пионерка с негодованием отказывается. От автора другой рецепт. Валя Валентина, видишь, на иру? Базовое знамя вьется по шнуру. Красное полотнище вьется над бугром. Валя, будь готова! Восклицает гром. Чтобы наладить выпуск спасительного пенициллина, понадобились еще 10 лет и еще одна война. Уже не с микробами. Вторая мировая. С обворожениями, гангренами и ожогами. С Первой мировой и до 1943-го, когда пенициллин стали производить в промышленных масштабах, микробы унесли 40 миллионов жизней. Я всегда готова слышаться о крест. На плетеный коврик упадает крест. Полученный впервые нами советский пенициллин был успешно применен при самых различных заболеваниях. Новые антибиотики сыплются, как из рога изобилия. Умирать от инфекций в цивилизованном мире в 50-е и 60-е уже не модно. Даже сифилис с туберкулезом отступают. Мы стали злоупотреблять антибиотиками, и бактерии приобрели невосприимчивость к ним. Их так часто использовали и для людей, и для животных, что устойчивость к ним стала массовой. В лаборатории Пастеровского института нам показывают с вида невзрачную чашку, где растёт газончик из бактерий. Они были выделены из воздуха обычной больницы. На поверхность чашки мы сеем бактерии, помещаем в диски с антибиотиками. Если бактерия прорастает на диск, значит, этот антибиотик её уже не убивает. Этот стафилококк – чемпион Франции. 17 групп антибиотиков ему уже нипочём. Некоторые из них он даже научился употреблять в пищу. Вы знаете, в России можно купить почти все антибиотики в аптеке без рецепта. Я могу купить 50 разных антибиотиков и протестировать их на себе. Поэтому мы и считаем Россию слаборазвитой страной. Будьте добры, пожалуйста, Авилокс, Зенат и Вильпрофен. А рецепты кистима? Нет, мне доктор сказал, что надо. Нет, тут это антибиотики. На эти препараты нужен рецепт обязательно. Этот эксперимент был поставлен при съёмках на большую телекамеру. Провизор вела себя как положено. И неудивительно. Я нарочно попросил антибиотики трёх разных групп. Причём самые сильные. А это уже кадры качеством похуже. Мы идём в соседнюю аптеку со скрытой камерой. Зенат 0,25, одна упаковка. Вильпрофен и Клацит 0,5. Всё в руках держит? Да. И Клацит. Если теперь я начну принимать эти средства от обычной простуды, в моём организме образуются устойчивые супербактерии. И если я заболею чем-то серьёзным, помочь мне будет не так-то легко. После эйфории 60-х годов новые антибиотики появлялись всё реже. А устойчивые бактерии всё чаще. Человек опять стал проигрывать в гонке вооружений. Цена исследований возросла. Крупные фармацевтические компании не хотят тратить на них деньги, потому что полученный препарат очень быстро утрачивает свои лечебные свойства. Именно поэтому лет 20 у нас нет новых антибиотиков. Хроника наивных 60-х. В преддверии очередной волны гриппа всесоюзный эксперимент. В рабочий полдень обязательные ингаляции противогриппозной сыворотки. Толку от этого не было никакого. И теперь этот опыт в ряду медицинских курьёзов. Но по сути мало что изменилось. Первое, что встречает нас в любой аптеке, яркие упаковки лекарств, как бы от гриппа. Единственный препарат, который хоть как-то работает, это томифлю. Если начать принимать его в течение 48 часов от начала заболевания, и принимать каждый день, то продолжительность болезни по её проявлениям будет вместо 7 дней 6. Это самое лучшее, что есть. Это самое лучшее, что есть. А всё остальное? Вот здесь смотрю, в одной таблетке содержится генсиана Д1, аконитум Д6. Таких системических веществ я не знаю, честно. Это аконит, это гомеопатическое средство. Если кто-то верит в это дело, то и исполать. И такая же картина с 90% препаратов. При ближайшем рассмотрении они оказались разведённой печенью утки, малопонятными антителами. И ни одно из этих лекарств нигде, кроме России, не зарегистрировано. Наш опыт, к сожалению, поскольку он не систематизированный опыт использования этих лекарств, он недоказательен для мира. Так что единственным лучом надежды остаётся то, что грипп – неприятное заболевание, но не очень опасное, зато крайне выгодное. Пошёл весь шум, появились огромные продажи. Эти люди могли не заказывать пандемию, но они просто воспользовались этим. Своей заразы не бывает. И свиной грипп вроде из Мексики, и усмирённые птичьи из Китая, и вообще вся мерзость из-за границы идёт. Особенно из Америки. Европа получила не только шоколад, картошку и золото майя. На кораблях конкистадоров в их телах пробрался невзрачный микроб – бледная трепанема. Наш муляжный музей, он уникален. Такого больше в мире нет. Эти шкафы скрывают жутковатые картины. Так выглядела самая страшная эпидемия, длившаяся пять веков. Сифилис – болезнь, происходящая от удовольствий и от того ещё более позорная, чем чума. И человека она разъедает медленно и почти незаметно. Проявления, допустим, синтетической аразелы, они настолько бледные, и их видно только при боковом освещении, что пациент, который не склонен себя разглядывать часами перед зеркалом, их вполне и не увидит. Зараза не только определила весь уклад нашей нынешней бытовой жизни. Чума перекроила карту Европы не хуже мировых войн. А без другого страшного бича столетий – сифилиса. Вся мировая культура, возможно, бы выглядела совершенно по-иному. Бледный спирохет, а возбудитель болезни, проникая в мозг, с годами вызывает изменения в психике человека. Невероятный трагизм последних произведений Ван Гога, Гои, Мапассана. Не был ли он продиктован разрушительным воздействием этого микроба? У врача-венеролога Сергея Монахова странное хобби. В биографиях великих и в их шедеврах он разглядывает творческий почерк сифилиса, точнее, его третичной стадии, когда микроб начинает разрушать мозг. Какие-то центры головного мозга затрагиваются, и творчество идёт или на оба, или наоборот, оно воскрешает в каких-то других красках. Первое изображение сифилиса следует относить Альбрехту Дюреру, который на своём знаменитом сюжете сифилитик изобразил больного. С генерализованным третичным насыпанием мы видим множественные бугорки, гуммы. Причём известно, что Дюрер сам страдал сифилофобией, то есть очень боялся заразиться этой болезнью. Знаменитый изенгеймский алтарь Матиаса Грюневальда. Спина дьявола, искушающего святого Антония, покрыта сифилитическими высыпаниями. По полотнам великих сифилис идёт через века. Сам жертва болезни, Франциска Гойя, постоянно возвращается к этому сюжету. Сатира «Время пожилых женщин». Это врождённый сифилис. Мы видим костную деформацию, силовидный нос. Рубцы, которые остались над верхней губой. Так называемые рубцы Робинсона Фурнье. Эта московская струйка постепенно стирает одну из самых драматических страниц в истории русского искусства. В 1904 году здесь находилась частная психиатрическая клиника доктора Усольцева. Завершив картину «Демон поверженный», сюда в состоянии тяжёлой подавленности поступает пациент, великий русский художник Михаил Врубель. С диагнозом сифилис и прогрессивный паралич. В запасниках русского музея история искусства пересекается с историей болезни. Это ранний Врубель, чистые сапфировые тона, ясный взгляд его персонажей. А это после 1904-го, когда микробы начали вторгаться в его мозг. В этих работах проступают архаические слои сознания, неунятный образ, терзавший его, видимо, в эти дни. Здесь он намеренно отказывается от анатомической правильности, для того чтобы передать душевное страдание. Видение пророка Иезекииля так и осталось незаконченным. Это одна из самых странных работ художника, но ещё страшнее его больничные рисунки. Мы впервые показываем их. Такого Врубеля не видел никто. Чериоды болезни чередовались периодами ремиссии. И в тех работах, которые появлялись в те моменты, когда болезнь отступала, мы видим руку знакомого нам художника Врубеля. Инфекция постепенно разрушает мозг художника. У него всё чаще бывают галлюцинации, работает он всё меньше. В основном это карандашные наброски с какой-то особой экспрессией. В 1905 году Врубель попадает в эту клинику второй раз. Но врачи бессильны. Он слепнет, уезжает в Петербург, откуда ему уже не до того вернуться. И вот одна из последних работ Врубеля, сделанных в этой клинике – эскиз «Ограды». Исполнена в каком-то особенном, былинном русском духе. Теперь последние творения Врубеля разъедают другие язвы – ковши экскаваторов и кувалды рабочих. Но на бесчисленных картинах, написанных за пять столетий эпидемии, доктор Монахов продолжает находить черты знакомой и страшной болезни. Творческие люди, они общаются в особом кругу, и их жизнь, в общем-то, сопряжена и была, и есть достаточно большим количеством не всегда обузданных и разборчивых половых контактов. И, конечно, риск заболеть, в том числе и сифилисом, он высок был. Когда доброволец номер 092 впервые входил сюда для испытания новой вакцины, было еще начало осени листья, начинали опадать, сейчас уже зима, разгар эпидемии гриппа, вакцина нужна как никогда. И мы узнаем, получилась ли она или все усилия были напрасны. За два месяца я получил две прививки, и после каждой в моей крови и в крови еще 300 добровольцев измеряли уровень антител. Главная цифра – это процент, на который прививка защитит от свиного гриппа. Первая доза дала где-то 47%, вторая дала 72%. Когда месяц назад был получен первый намек на то, что убитая вакцина сработает, тут же началось ее массовое производство, чтобы не терять времени. Так что, возможно, это оставшееся от испытаний ампула начало конца эпидемии. Когда свиной грипп пошел на Россию, власти всерьез пытались закрыть границы. Но вирус умеет проникать и через железный занавес. Из Советского Союза в какую-то Болгарию, и то по разрешению райкома. Советской заразы не бывает, тем более если это СПИД, олицетворение порока. Это кадры из фильма 1986 года «Человек, который брал интервью». Советский журналист разоблачает американский заговор. Целую страну собираются заразить какой-то гадостью. Это наш инсекторий. Здесь мы культивируем комаров для научных исследований. Эти комары самые эффективные переносить и суперденьги. Методика наделена специально на ускорение возбуждения массовых эпидемий. А в это время к границам самого Союза вирус уже подобрался. Причем в телах самых преданных друзей. Выявили, по-моему, сразу 80, что ли, или 12, я уж не помню, ну, будем считать, около 10 больных. Мы их депортировали. Все они активные, молодые мужики. Все они имели постоянные секс-связи. Но потом, когда уже пошли и наши, то, другое, третье, ну, стало совершенно понятно, что эта депортация абсолютно ничего не даёт. После рекламы. Кто они, современные охотники за микробами? Как СПИД попал в Советский Союз? Вирусологи становятся детективами. Рукотворная эпидемия в Элисте. Как взламывают вирус СПИДа? И отчего умирают в маленьких уральских городках? Добрался ли туда свиной грипп? К середине 80-х, уже несколько лет, маленькая группа учёных в Институте Пастера билась над таинственным вирусом, поражавшим иммунную систему. Больше он никого не интересовал. Но умерла пара маргиналов в Америке. Что тут беспокоится? Мы не знали, что это был за вирус, как он передавался, и это пугало. Но я же из Института Пастера, я должен был подавить страх. Я сам работал заражёнными клетками. Позже мы выяснили, что вирус не передаётся воздушным путём, а только через сексуальные связи и кровь. Наступление новой инфекции на Советский Союз ждали с Запада. Из портовых городов и мегаполисов, где железный занавес, который на несколько лет сдержал приход СПИДа в Россию, постепенно давал течи. Но прорвало здесь, в Элисте. За первый год более 70 случаев, и всё дети. Представляете, весь Солнечный, знаешь, он инфицирован. Представляете, что будет, если он вырастет? Ему вот каждый вышел на больной СПИДом. Вот рядом живой и не слышала по-соседству. Ну в чём это заключается, её обида? Этот фильм был снят по горячим следам. Так выглядела заштатная Элистинская больница в январе 89-го. Здесь в здании Республиканской детской клинической больницы маленьким пациентам стали ставить странные диагнозы. Вроде бы обычной пневмонии или бронхиты, но с каким-то особенно сложным течением, не поддававшимся лечению. Несколько образцов крови отправили в специализированные лаборатории в Москву и Ленинград. Диагноз был шокирующим. СПИД. Болезнь, которая была принята связывать с гомосексуалистами, проститутками и наркоманами, поражала невинных детей. Более того, эти дети ещё и заражали друг друга. В Калмыкию прислали подмогу из Москвы. Молодого эпидемиолога Вадима Покровского, сына самого президента Академии медицинских наук. Никто не ожидал, что его открытие станет несмываемым пятном на белом халате местных врачей. В трёх соседних областях началась паника. Врачи, как могли, скрывали фамилии детей от сарафанного радио. Привозили, под расписку отдавали в руки, потому что должно быть как можно меньше людей. Было заинтересовано в этом, знать об этом не потому, что мы боялись чего-то, а мы боялись за этих людей. Писали на двери, здесь живёт СПИД большими буквами. В общем, их так затравили, что эту мамочку дважды спит и не таскили. К заезжим москвичам в Калмыкии отнеслись очень подозрительно. В больнице для Покровского места не нашлось, и его штаб разместился здесь, в районной санэпидстанции. Отсюда началось расследование того, как африканский вирус попал в Калмыцкую степь. Покровскому приходилось быть и Шерлоком Холмсом, и Луи Пастером. Спустя 20 лет Покровский отыскал этот документ, так называемую эпидемиологическую простыню, ход расследования. Сопоставляя, кто из детей в какой больнице лежал, он подклеивал один лист с данными к другому и прослеживал весь путь инфекции. Он распутал этот клубок. Наверху простыни отец первого заражённого ребёнка. Это одно из самых интересных типов расследований, которые я знаю, но мне повезло в нём участвовать. 1980-й. СПИД ещё и в Америку-то не попал. В Анголе гражданская война, в которой пусть тайно, но активно участвует Советский Союз. Эсминец Черноморского флота заходит на дозаправку в Браззовиль, порт в Конго. Какие-то неувязки с горючим и продовольствием. Команду временно высаживают на берег. Среди этих людей матрос, фамилию которого Покровский до сих пор держит в тайне. Он работал на военной службе. И да, у него были там половые контакты в Африке. Он вернулся к себе на родину, в Элисту, женился. Тоже, видимо, не сразу заразилась его жена. Потому что, кроме того, и первый ребёнок, слава богу, оказался не заражён. Но их второй ребёнок со странными симптомами попал в больницу. Сегодня Покровский объясняет, почему до сих пор в Калмыкии он персона нонграта. Он вскрыл, что эпидемия от начала до конца оказалась абсолютно рукотворной. Вот оказалось, что инъекции делали ста шприцами, а сдаются на стерилизацию только 50. Что при этом происходит, Покровский показал всем врачам и сёстрам. Если даже хорошо промыть шприц, в нём остаются микроскопические следы крови. А значит и вирус. Теперь в Элисте есть все современные лекарства. В стенах ВИЧ-центра мы встречаемся с Баттером. Он мировой уникум. Возраст 20, стаж жизни с ВИЧ 19. То есть заразили его годовалым. Калмыкия – буддийский край. Тут на судьбу не жалуются. Ну, может быть, раньше я, когда был маленьким, может, я кого-то осуждал, вот, врачей именно, вот, с возрастом я начал понимать, что всё, что с нами происходит, всё равно в этом виноваты именно мы сами. Если ты в прошлой жизни, там, сильно грешил, перерождается, перерождается, и всё равно что-то где-то выскакивает. В мире нет лучшего стимула для прогресса, чем угроза всеобщего вымирания. Вирус иммунодефицита – самое изученное на свете живое существо. Известен каждый его ген, каждый белок. Вот он садится на клетку мишень, лимфоцит. Сначала перебирает белковыми рецепторами, ощупывает поверхность. Если обнаруживает подходящий белок, намертво вцепляется и ещё раз проверяет клетку другими рецепторами. Есть контакт. Белковые пружины резко сжимаются, вирус выстреливает в клетку капсулы с его генетическим материалом. Теперь он внутри ДНК хозяина. Вытащить его оттуда человеку пока не под силу. Большая часть детей, заразившихся в Элисте 20 лет назад, не дожили до триумфа науки, когда силы вируса и человека почти сравнялись. В 4000 километрах от Элисты в приморском английском городке – одна из крупнейших лабораторий, где куётся оружие против самой изворотливой заразы. Перебирая тысячи молекул в секунду, лекарства нового поколения тестируют не люди, а роботы. Весь этот гигантский конвейер запущен единственной идеей Манаса Перреса – ослепить вирус СПИДа, не дать ему внедриться в клетку. Это не образец современного искусства, это трёхмерная модель вируса. На его поверхности есть молекула, которую он опознаёт цель, а в ней маленькая впадинка. Моя молекула заполняет её и ломает механизм. Теперь вирус не сможет опознать клетку и заразить её. На подбор отмычки к вирусному ключу Перрес потратил 20 лет, а человечество – несколько миллиардов долларов. Я могу создать больше видов молекул, чем существуют во Вселенной, но на протяжении жизни я должен создать единственную нужную. Пока волшебную пулю Перреса используют только в особо тяжёлых случаях. Но через несколько лет и она потеряет свою убойную силу. И всё придётся начинать сначала. Новые поколения Флемингов и Пастеров без работы не останутся. Всё, на следующий год у меня свадьба, я сто пуду. На атаке тоже через год? Это было минувшим летом. Наташа Шибакова – военная медсестра на свадьбе боевых друзей. Скоротичный грипп до свадьбы не зажило. В слабом здоровье военную медсестру Наташу упрекнуть было сложно. Вот она на броне танка, на учениях. И язык не повернётся сказать, заразительно смеётся. Это почерк H1N1. Уносить из жизни почти моментально. Шёл третий день болезни, и мать случайно встречает лечащего врача у магазина. Я говорю, как дела у Наташи? Она говорит, да ничего такого, я страшного у неё не нахожу. А у меня в это время младшая дочь была. Она говорит, мама, Наташа так сильно кашляет. Она ей сказала, что я задыхаюсь. Поскольку жила она в военном городке, скорая приехала и отказалась забирать. Взяла Наташу только реанимацию из МЧС – медицина катастроф – с опытным врачом Плотниковым. Два дня она провела на искусственном дыхании. Было уже не до диагноза. Пришла в начале 12-го. Плотников меня подозвал себе и сказал, ну что, она умерла. В свидетельстве о смерти – пневмония. Возбудитель не установлен. Период между началом болезни и смертью – 7 дней. Когда я фельдшер участковый всё прописал, извините, мы не пойдём лечиться, мы не пойдём в аптеку, мы ничего не выкупим, мы ничего не сделаем для себя, а потом мы виноваты. Извините, так не бывает. У Наташи вашей обнаружен свиной грипп. Я говорю, нет. Пришла, говорит, телеграмма. А я говорю, а куда пришла телеграмма? Она мне не сказала откуда-то, но мне на руках нет документа, подтверждающего, что это свиной грипп. Мне нужно вот заявление написать на лицо. Заявление по поводу чего? По поводу смерти моей дочери. Что тут может сделать районная милиция? Где они? Сверкающие лаборатории, в которых за считанные часы можно определить тип вируса. И сколько ещё таких? Возбудитель не уточнён. Словно не в 21 веке живём. И предыдущие эпидемии ничему не научили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова